Мирвука, софты, харды и кейсы. Кандидатов на должности наставников с первых минут встречи погрузили в новую систему дополнительного образования, которая реализуется на базе детских технопарков Кванториум. Задача – показать участникам особенности образовательного процесса и плотно поработать с претендентами на педагогические должности. Вся образовательная деятельность детского технопарка Кванториум связана с тем, что в центре этой деятельности стоит ребенок, его проблемы, желания, его возможности выбора того направления, которым он очень хочет заниматься. Представители Министерства образования, науки и молодежной политики познакомили участников с особенностями новой формы профориентации школьников. Кванториум дает детям возможность узнать больше о современных технологиях и выбрать себе профессию по душе. В основе образовательной деятельности находится принцип 4К. Что под этим мы имеем в виду? Те компетенции, которые ребенок получает. Это в первую очередь креативность, это команда образования, это продуктовое мышление. Собственно, вот эти вот особенности, которые выделяют тот образовательный процесс во всех детских технопарках Кванториум в Российской Федерации. На встречу пришли люди разного возраста и профессии. Они сосредоточенно слушали, записывали и задавали вопросы. Подробнее о новой форме дополнительного образования рассказала руководитель Нижегородского Кванториума, а также провела для участников тренинг. Практический тренинг, который чуть-чуть их окунет в будущее, их деятельность, позволит генерировать идеи, позволит работать в команде, так как Кванториум – это командная работа, это проектная деятельность, это деятельность, которая нацелена на будущее, на ребенка, на то, чтобы идти в ногу с ребенком. Кванториум в Нижнем Новгороде работает уже год, поэтому сомнения кандидатов Светлане непокоровые понятны. Перестроиться с классической формы обучения на новую педагогам со стажем трудно. Год у нас был сложный, когда мы работали тоже с педагогами, и они потихонечку за шагом перестраивали свои методы, свои подходы к образовательной деятельности, свое общение с детьми. Это сложно, но это безумно интересно. Следующая встреча пройдет в конце июля. В рамках организационных мероприятий будут обсуждаться проблемы взаимодействия с ядерным центром, департаментом образования и администрацией технопарка.